Девушки отдыхают 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 Там толпа Девушки отдыхают Я дарую вам спасение Искупление душ Ваши души очистятся И станут фундаментом Нового мира Я уже приготовил подходящий сосуд Девушки отдыхают Для вашего прибытия И так восстаньте И вас ждет достойный финал Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Истинитативу Девушки отдыхают И кто ты? Эй, не борись со мной! Дело теперь мое. А ты уже умер. Покину тело, тебе хана. Ой, нет. Ты уже мне теперь... У тебя нет других вариантов. Подчинись! Не могу! У меня здесь... Ищу дела. Мне все равно, что там у тебя. Будешь ныть, найду тело подговорчивее. А ты просто исчезнешь. Да? Тут нет других тел. Умник. Так, не знаю, что тебе надо, но ты в моем теле. Нечего мне указывать. Что ж, раз ты такой наглый, Можем по-плохому. Тебе пора уходить. Ничего. Зараза. Ладно, хорошо. Пока будь по-твоему. Но запомни. Твоя жизнь в моих руках. Ясно? А будешь выпендриваться, останешься один. Так, все. Вперед! Хватит приказывать! Хватит. Хватит будет неудобно. Ничего. Что за черт? Не сбежи. Слушай меня, если ты хочешь жить. Слушай меня, если ты хочешь жить. Слушай меня, если ты хочешь жить. Это что я сейчас делал? Я помог, иначе эти твари быстро оторвали бы тебе башку. Не показалось, или у тебя были какие-то дела? Точно. Я обещал сестре, что приеду. Так что значит, ты ехал к сестре, когда попал в аварию? Извини, не хочется болтать с чуваком, который чуть не задушил меня. Справедливо. А ты-то кто вообще такой? Сначала ответь на мой вопрос, тогда я расскажу. Ты только погляди, что с городом стало. Не думал, что до такого дойдет. Сибуэл прямо не узнать. Нам сюда. А это еще что такое? Это потусторонняя материя. Иногда она просачивается в наш мир. Сейчас сам поймешь. Попробуй по ней ударить. Смотри-ка, ты тоже можешь поглощать их энергию? Значит, твоя сестра лежит здесь? Ага. Как-то не вовремя она заболела. Нам сейчас на четвертый этаж. А это кто? Что они делают? Ищут и собирают души, которые отделились от тела. Это еще зачем? Чтобы утащить их себе в загробный мир или просто сожрать одно из двух. В любом случае, эту душу уже не спасти. Я попробую. Постой. Видишь, эти твари нас пока не заметили. Пригнись и попробуй пробраться мимо них не заметно. Молодец. Ничего не бойся, и ты справишься. Ладно. Похоже, ты начал осваиваться с моей силой. В больницах часто встречаются такие твари. Будь осторожен. Кто они такие? Мы зовем их чужаками. Они сделают все, чтобы утащить тебя на тот свет. А теперь попробуем ударить посильнее. Ты плохо подготовился. Теперь вытаскивай ядро. Очень хорошо. Ядро, это считай то же самое, что и сердце. Пока его не вырвешь, они от тебя не отстанут. Там что-то есть? Какая-то еда. Бери все, что найдешь. Сейчас выбирать не приходится. Ну да, согласен. Будь точку. Кто здесь? Да что происходит? Соберись. Паниковать сейчас некогда. Мари? Мари! Не ори! Тебе сейчас и не такое может привидеться. Соберись. Девушки отдыхают Но все же выжила Мне как раз нужен был такой наблюдатель Теперь план осуществится Не трожь ее! А ты кто? Человек И еще Один А, это ты? Какой глупец Я вызвалил твой дух из тюрьмы Но ты возвратился в бренное тело Ты прав Я за тобой Занятно Такая сила воли Увы Сейчас я немного занят Я сказал Не трогать ее Она твоя Атринстра Я помогу ей спастись Грюж Он Атринple И ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА М... М... Ри... Где я? Я... Умер? Умрешь, если ничего не предпримешь. Ты провел в реальности три секунды. Один вдох, и ты мертв. Нет. Я должен выжить. У тебя один выход. Отдай мне тело, и я спасу ее. Думаешь, я поверю? Не хочешь, не верь. Только ты умрешь, а сестра достанется этому году. И все. А я просто исчезну? Не знаю. Если повезет. Ее зовут Мари. Я Агита Ицуки. Ха. Ну, давай познакомимся. Что ж... А я Кей-Кей. Имени уже нет. Кей-Кей. Прошу. Спаси, Мари. Больница. Больница. Мари! А мне вечно говорит двери запирать. Лицемерка. Мари! Мари! Я что? Давай, соберись. Я... я что, живой? Считай, повезло. Красавчик, что сказать. Отвали! Так что, могу я побыть в твоем теле? Это... мне решать! Я... я не исчез! Эй, ты что, сливаешься? Нет, конечно! Смотри у меня. А вообще, тут стало даже уютно. Как ты думаешь, куда он мог забрать мою сестру? Ему нужно провести ритуал. Видимо, сейчас он к нему готовится. Ага. Значит, если мы выясним, где... Погоди. Он же тебя просто прихлопнет. Всему свое время. Если ты не против, сейчас мы пойдем туда, куда я схожу. ВЫСТРЕЛ И единая в вермите. ВЫСТРЕЛ 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 ЗАЛИ Девушки отдыхают 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 Значит, все получилось. Уже хорошо. Теперь найди телефонную будку. Они еще где-то остались? Вот как раз и узнаешь. И что теперь? Возьми трубку. Я наберу. А это что? Это Эд придумал. Теперь приложи сюда ката-сироп. Так духи, которые стали жертвами тумана, попадут за завесу и вернутся в тело. Через телефон? А? Это он. Зря стараешься. Только я могу помочь всем этим страдающим душам. Не мешай мне. Ты не сможешь их спасти. Не мешать ему, значит? Пойдем. Мы вытащим из Сибу и столько духов, что он рыдать будет. Идем дальше. Следующая остановка Югендзака. А это что? Потом объясню. Не задерживайся. Не хватает, что попало. Отойди. Эд, этот... Зайди в магазин. Вдруг найдешь что-нибудь полезное. Это... Что за кошка такая? Не кошка, а йокай. Видимо, решил, что можно не скрываться, раз людей нет. Смотри, тут есть Ката Сиро. Чем больше у нас их будет, тем больше душ мы сможем спасти. Как думаешь, может пригодится? Зачем тут вообще продаются огурцы? О, у них есть эндзин. Люблю эту лапшу. Все купил? Пойдем уже отсюда. Иди на второй этаж. А кто тут живет? Ты? Для начала нам нужно снять защиту. Эд, это твой знакомый? Он еще жив? Было бы неплохо. То, что мы задумали, пошло не по плану. Бэд? Так что это за квартира? Зайдешь, увидишь. Ничего себе у тебя тут. Все, что на карте, опутано туманом. Ты все видел сам. Каждый, кто попадет в завесу, исчезнет. В смысле? То есть все, кто были в Сибуе, исчезли? Да. Пропало не то 50 тысяч, не то 100. Скорее, больше. Не может быть! Их число меня волнует меньше всего. Важно, что где-то здесь твоя сестра и тот, кого мы ищем. Но где здесь? У тебя тут прямо секретная база. Секретная база у военных. Это просто убежище. Кто они? Мои друзья. Были когда-то. Наш друг в маске убивает, не моргнув. Нам нельзя было медлить. То есть вы все пытались ему помешать? Обалдеть. Нравится? Забирай. Как он к тебе попал? На старой работе были полезные связи. Кто... Где ты работал? Скажем так, я работал сторожевым псом, но прибился к стаил дворняк. Не знаю, кем ты был. Но уж точно не образцовым гражданином. Так, оружие у нас теперь есть. Можно идти дальше. Знакомься, это еда из потустороннего мира. Можешь съесть, если захочешь. Погоди-ка, это твоя книга? Ага. Я не рассказывал, что однажды в детстве видел Капу. Серьезно? То есть ты с детства был не такой, как все? О, это же мое. Я кучу таких заметок писал на расследованиях. Собери их. Мало ли что, вдруг пригодятся. Справедливо. Может, ты хочешь вместо меня убраться? Нет, не хочу. Завеса? Еще немного, и дом просто схлопнется. Нам надо как-то поднять эту завесу. Осмотрись. Это камень завесы. Разглей его. Он тут явно не один. Ищи другие. Что происходит? Опустилась завеса, и загробный мир сильнее влияет на наш. Если не поднимем ее, нас раздавит в лепешку. Слишком далеко. Попробуй в него выстрелить. Прицелься как следует и отпусти тетиву. Чудес. Камень где-то тут. Обыщи все. На нем все держится. Разбей его. Успели. Никаких нервов не хватит. Выходи отсюда. Тот, кто это сделал, должен быть где-то рядом. Тот, кто создал ее, не успел далеко уйти. Спускайся. Тут кто-то есть. Вернее, раньше был. Значит, ты тоже их видишь? Ладно. Тогда делай, как я тебе скажу. Ого. Похоже, из-за него и опустилась завеса. Давай за ним. А это что? Скверно. Попробуй применить мою силу, как в прошлый раз. Там что-то есть. Это ядро Скверны. Разбей его. Видимо, Скверна удерживала этих духов. Наверняка в городе таких еще много. Идем дальше. След оборвался. Ожидаемо. Наверное, он понял, что мы идем за ним. Что ж, раз на то пошло, давай еще кое-куда заглянем. Тут неподалеку есть большое святилище. Мне кажется, там может найтись что-нибудь полезное. Давай туда зайдем. С чего бы в святилище быть чему-то полезному? Уж поверь мне на слово. Например, этот твой лук я нашел как раз в святилище. Украл, что ли? Ну, это как посмотреть. Смотри, там Тори. Нужно их очистить. Глянь, Денгу. Если за него зацепиться, он поможет забраться на крышу. Это было внезапно. Для первого раза неплохо. Как видишь, и от Йохаев есть польза. Похоже, из этого квартала туман ушел. Сразу стало слышно, сколько духов зовет на помощь. Их надо найти. Очищай врата, чтобы нормально ходить по району. Так мы сможем спасти больше духов. Этот урод в маске наверняка будет беситься. В общем, одни плюсы. Куда она могла деться? Моя от засеки выросла, куда-то запропастилась. Вы, значит, не можете уйти на тот свет? Не могу. Очень уж я беспокоюсь, что случилось с моей малюткой. Такие духи, как она, приносят богатство и удачу тому, кто их нашел. Мой домовладелец постоянно приходил и ее у меня выпрашивал. Не иначе, как он ее и украл. Может, уважите бабушку, вернете мне мою малютку? Это можно. Только то, что она приносит удачу, это бред сивой кобылы. Эй, ну зачем ты так? Вот, возьмите, вам пригодится. Соленые крекеры? Знали бы вы, как моя Цаси Кивараси его любит. В нише должно стоять голубое блюдо. Положите туда крекеры, и она обязательно появится. Заси Кивараси? Как же я хочу домой. Где она может быть? Думаю, где-то в доме. Найдем, рано или поздно. Здесь что-то не так. Отчего мог остаться такой след? Почему ты обратно к бабушке? Прям жалко ее. Хватит уже плакать. Вернем мы тебя твоей бабуле. Вернем мы тебя. Значит, он гнался за легкими деньгами. Бедный от Заси Кивараси. Надеюсь, он хотя бы ее не бил. Она все плачет и плачет. Тот, кто ее обидел, не заслуживает прощения. Заперто. Надо найти ключ. Здесь должен стоять буддийский алтарь. Самое время применить мою силу. Как этот старый хрен умудрился спрятать целый алтарь? Смотри, тут какая-то ниша. Угу. На плане она в правом нижнем углу. Наверное, от Заси Кивараси как раз там. А ну, пошли вон отсюда, воры! Только попробуйте ее у меня забрать! Его поймали с поличным, и он нас ворами называет. Мы заберем ее и вернем бабушке. Я так давно хотел жить в Заси Кивараси. Теперь она моя! Даже после смерти один гард думает. Ни стыда, ни совести. Используй печать, изгоди его! Я, конечно, видел жадных людей, но это уже перебор. Ладно. Надо положить соленые крекеры. Теперь ты свободна. Спасибо. Видишь, удача нам на голову не свалилась. Ну что, бабуля, где наша удача? Лучше ругайся. Если она заплачет, с тобой случится нижний день. Может, даже такой же, как с этим домовладельцем. Час от часу не легче. Я рад, что мы смогли помочь. Большое вам спасибо. Выручили до нас. Теперь я могу уйти со спокойной душой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут явно есть чужаки. Так, откуда же мне было знать? У тебя теперь есть призрачная дверь. Оно подскажет, где есть чужаки и откуда берется ума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я чувствую большую силу. Здесь что-то есть. Перейди на призрачное зрение и осмотрись. Заодно увидишь духов, которые не смогли выбраться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, что это? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекладываешь свои проблемы на богов? А что такого? Они же помогают? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это нам пригодится. Ну что, не зря мы сюда зашли. А теперь давай за дело. Как думаешь, откуда мы сможем увидеть всю Сибую? Может, со смотровой площадки Кагария? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошая идея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты говорил, раньше работал сторожевым псом. В полиции, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, а что такое? Не любишь полицейских? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, просто ты либо ворчишь, либо ругаешься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кей, Кей, процесс передачи духов завершился успешно. Мы попробуем вернуть их в тела, но на это потребуется время. Найдёшь ещё, отправляй. Это же запись, а не он сам. Ага, Эд не любит лично общаться с людьми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Врататории. Я их очищу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спусти! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отдай мне правую руку! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сдражайся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Охренеть. Скажи, я немного испугался. Тебе надо пополнить запас эфира. Найди эфирные кристаллы. Чувствую от него большую силу. Туман в этом квартале вроде рассеялся. Идем в Кагрии. Ага, отлично. Похоже лифт еще работает. Берегись. Такие твари обычно сильнее других. Каги. Охренеть. 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 Идем. Продолжение следует... 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 Что? Вот. Передай ему от меня. Это важно. Передай. 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 Так вот, что она имела в виду, когда говорила, что мы связаны. Бред какой-то. Он что, здесь? Я не боюсь их. Чтобы спасти Мари, Кей-Кей, мне нужна твоя сила. Ну, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А ты не спешил? Решил прогуляться? Ты как будто знал, что я приду тебя спасать. Спасать? Да не выдумывай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это дала мне женщина в убежище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так она выжила? Нет Даже с того света пролезет Твоя семья? Так ты... Из-за них все... Это не твое дело Важно только, что у нас с тобой общая цель Пожалуй, оставлю себе Ну? Ты как, со мной? Вот так ты просишь об услуги? Я не прошу Я предлагаю И боюсь, выбора у нас нет Ха Смотри, не пожалей Что тут? Понятно Они начали ритуал Мари Время не ждет Идем Столб света Где-то на северо-востоке Сначала надо очистить это место И избавиться от тумана А что это была за девушка? Твоя подруга? Ты сейчас про Ринко? Не знаю, я бы ее подругой и назвал А кем бы назвал? Коллегой Чтобы работать вместе, не обязательно дружить Тито, помоги Я слышу голос Мари Она зовет меня Ты сражаешься все лучше и лучше Отлично Что же они их так прячут? Тито, troops Говорят Тито Тито Не Тито 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 Похоже, они проводят ритуал в лесопарке. Не знаю, что им там надо, но лучше остановить их как можно скорее. Лесопарк к северу отсюда. Попробую к нему подобраться. Представляю, как тяжело сейчас одинокому волку, который не привык быть на вторых ролях. Что? Извини, не удержалась. Это было не про тебя. Я говорила с тем, кто делит с тобой сознание. Привет, Ринко. Ты так долго не звонила, я уж думал, тебя пришли где-нибудь. Сразу видно настоящего джентльмена. Рада, что с тобой все хорошо. Источник этого тумана находится в главном здании Сэн-Гоку. Да? Как мило, что ты нам сказала. Давай только без этого. Идите уже. Ты бы знал, как она меня иногда бесит. Иногда хочется делать все ей назло. А то, что она решила помочь, правда странно? Да, очень. Мы пришли. Давай найдем вход. Видимо, Ринко тоже здесь. Не получается. Не могу открыть. Расскажу тебе один секрет. Грабители обычно залезают через верхние этажи. Верхние? Похоже, здесь можно пройти. Ринко должна быть где-то здесь. Давай немного спустимся. Опять оно. Это значит, что мы на верном пути. Тут радоваться надо. Ага, сейчас. Люди, восприимчивые к движению эфира, видят то, что скрыто от простых смертных. Их посещают видения. И чаще всего это случается в таких местах, как это. Там, где скапливается эфир. Похоже, они нас без боя не пропустят. Что-то я уже подустал драться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Похоже, он продолжает свой ритуал, но ничего, вы получили силу Кифуды, значит, сможете найти и другие скрытые врататории. Надеюсь, получится. Кстати, Кей-Кей, спасибо тебе. За Эрику. Да не за что. Мне не впервые руки пачкать. Жалко, что я так долго не могла ни на что решиться, а потом стало слишком поздно. Это еще не конец. Мы сможем все исправить. Не зря же мы все встретились. Акито дело говорит. Борьба только начинается. Верно? Да. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, этот великан сторожит башню. Угу. Только его нам не хватало. Мы понемногу приближаемся к цели. Угу. Главное, не останавливаться. Что такое? В чем дело? Великан нас не подпускает. Это он устроил бурю. Еще и с мелочью драться придется. Можно отдохнуть. Было бы неплохо, если бы они предупреждали, что хотят на нас напасть. Они намекают, что нам туда лучше не соваться. Там везде этот проклятый туман. Задержишься в нем хотя бы на минуту, он выкинет из тебя душу. Ладно. А что тогда делать? Все просто. Мы пойдем на пролом. Я покажу дорогу. Вперед! Мы пойдем через туман? А что, так можно было? Не волнуйся. Ринко со своей командой придумали, как с ним бороться. Надеюсь, их расчеты вернут. Нам сюда! Иди дальше. Что ж такое? Снова эти твари. Очень вовремя. А мы не сможем включить свет? Можно попробовать. Рубильник должен быть вон за тем фонарем. Видимо, свет вырубился из-за скверны. Гляди-ка. Навороченный байк Ринко. Вау. А... Что в нем навороченного? Оружие против призраков, вроде как. В теории он проедет сквозь туман. А на практике как? Подожди. Дай пару секунд. Не. Не заводится. Еще бы. Он же не заправлен. Тем более, что у него явно турбокомпрессор накрылся. Надо поставить новое турбинное колесо, иначе мы на нем никуда не уедем. И еще нужно найти ароматическое масло призраков. Что... что? Это непростой мотоцикл. Он может проехать через этот гребаный туман. Но для этого нам нужно особое масло из огромного мира. А оно закончилось. Так. И где нам его искать? Не знаю. Если ты не знаешь, где искать это масло, кто тогда знает? Ответь-ка. Видимо, кто-то решил нам помочь. Мне было некогда ждать, когда вы снимете трубку. Я настроил телефон так, чтобы время от времени он звонил и проигрывал запись. Отвечать не нужно. Просто слушайте сообщение. Знакомый голос. Это Эд. Вы в гараже, значит, вы пытаетесь завести мотоцикл Ринко. Вас интересует, где можно взять ароматическое масло призраков, чтобы его заправить? Я тебе об этом рассказывал, Кей-Кей, но ты, скорее всего, успел забыть. Как он догадался? Помолчи. Масло можно найти там, где влияние загробного мира ощущается особенно сильно. Там, где он соприкасается с нашим миром. Такие места сложно пропустить. Приступайте к поискам. Конец связи. Ты понимаешь, о чем он? Пока нет. Давай поднимемся повыше и осмотрим окрестности. Самое высокое здание в этом квартале – это деловой центр Митаке. Ринко, как всегда. Вижу цель, не вижу препятствий. Неужели в комиссионке могут продавать такие вещи? Ты не представляешь, чем там торгуют, а большинство людей ничего не замечают. Если скверна настолько сильна, нам стоит этим заняться. Слушай, насчет Эда. Он всегда общается через голосовые сообщения. Можно и так сказать. Он однажды целую неделю сидел в своем кабинете и молчал. Я попробовал его разговорить. Сказал, что у него за спиной прячется ниндзя. Ну и как? Сработало? Нет. Зато потом он прислал мне запись на 20 минут с рассказом про ниндзя. Похоже, Ринко серьезно доработала свой мотоцикл. У нас в команде были те, кто этим увлекался. Ринко была как раз одной из них. И ладно бы мотоциклы. Однажды она своими руками собрала робот-пылесос. Хотя там причина была в том, что она бы изобрела что угодно, лишь бы не убираться. Как вы там? Эти твари не слишком вас прессуют? Ты лучше скажи, как у тебя дела. Есть новости? Я решила пока собрать информацию по городу. Как что-то выясню, позвоню. Ну что, давай подойдем к биноклю. Надо понять, где взять запчасти. Нам нужны бензин и турбинное колесо. И масло. Оттуда, где наш мир соприкасается с загробным. Эти твари как-то странно выглядят. Стоит к ним сходить. Какая модная тачка. Давай позаимствуем у нее турбинное колесо. Да и бензин можно. Теперь понятно, где искать. Выбирай, куда пойдем сначала. Чувствую себя таксистом. Ну что, откуда начнем? Откуда захочешь, оттуда и начнем. Куда бы мы с тобой ни направились, все дороги рано или поздно приведут нас к нему. О, тут запасная канистра. Это колесо не годится. У него форма другая. Ты прямо уверен? Скажи спасибо Ринко, которая ставила какие-то непонятные детали. Эй, смотри! Оно не отпускает! Все! Кей-кей! 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 Кейкей! Чёртовы твари! Акито! Сможешь меня вытащить? Попробую! Мало никому не покажется! Ничего страшного! Попробуй ещё раз! Вот сейчас было неприятно! Вроде всё. Они больше не появляются. Осталось добраться до Кейкея. Ты хорошо дрался. Горжусь тобой. Спасибо. Не думал, что скажу это, но так мне гораздо спокойнее. Ага. Хорошо тебя понимаю. Пойдём дальше искать турбинное колесо. Давай сначала найдём всё остальное. Если не ошибаюсь, вы ищете турбинное колесо. Я ставила в мотоцикл детали из спортивных машин, поэтому на обычной даже не смотрите. Если вы не в курсе, под диагональным переходом сейчас автовыставка. Странно, что Кейкей не догадался туда зайти. А должен был. Ладно, пойдём посмотрим. Скажи-ка, почему Ринка думала, что ты знаешь про автовыставку? Без понятия. Субтитры делал DimaTorzok Хм, я понял. Мой сын обожал эту модель. Думаю, её турбинное колесо нам подойдёт. Мне кажется, это первый раз, когда ты заговорил о своей семье. Да и не о чем тут говорить. Я бы потом послушал. И сам бы рассказал про своих. Ага, когда-нибудь. То, что мы видим, явно никто из смертных не должен видеть. Загробный мир совсем близко. Если мы войдём, вернуться будет непросто. Ты как, готов? Хорошо, значит, можно идти. А кого бы ты хотел встретить в загробном мире? Я бы хотел найти своего деда. Мы бы с ним пошли охотиться на капку. Я бы нашёл маму с папой. То есть твои родители? Прости, зря я спросил. Сколько здесь скверны? Если Эд не ошибся, масло призраков надо искать где-то здесь. Никто не говорил, что будет легко. Придётся играть по их правилам. Надеюсь, это ненадолго. Похоже, отдавать масло нам никто не собирается. Продолжение следует... Можно забрать масло. Продолжение следует... Отлично. Пора возвращаться в наш мир. Идём отсюда. Скверна опять расползлась. Теперь понятно, почему оттуда никто не возвращается. Продолжение следует... Покидо, нам нужно пробираться к выходу. Жесть какая-то. Я думал, мы не выберемся. Загробный мир редко отпускает тех, кому не повезло в него попасть. Мы собрали всё, что нужно. Можно вернуться в убежище и починить мотоцикл. Иди, Акито. Не волнуйся за меня. Никуда я не пойду. Я спасу тебя. План такой. Ты отдаёшь мне контроль и смотришь со стороны. А я чиню бай. Ладно. Ремонт закончен. Можно ехать. Мы направляемся прямо в логово врага. Ты готов? Если ты думаешь, что не готов, торопиться нет смысла. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Ну всё, погнали. Погнали. Ну включай. Погнали. 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 КОНЕЦ Туда! Скорей! Ну что, всё? Ещё нет! Беги! Настал момент истины. У нас только одна попытка. Я знаю. Мы не уйдём отсюда без Мари. Он иди сюда! Простите к нему! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Смотри! Принем! Здесь меня убили. Я так никому и не успела помочь. Вы дали мне возможность исправить свою ошибку. Ты уходишь? Как и все остальные, здесь меня больше ничто не держит. Простите, что меня не будет рядом, когда все это закончится. Ничего страшного. Оказывается, даже когда становишься призраком, сложно поверить, что есть загробный мир. Если бы он существовал, никто бы не боялся умирать. Прощайте. Радуйтесь жизни. Идем. Напарник. Идем. Напарник. Идем. Если я все правильно понял, Ринко не могла покинуть наш мир из-за Эрики. Мы помогли ей избавиться от сожалений и уйти спокойно. С тобой будет то же самое? Скорее всего. Ты говорил, он хочет оживить родных? Ты сам слышал. Он считает, что тело просто обертка для души. Всего лишь пешка. А нам с ней точно драться нужно? Да. Она у нас на пути. Уберем ее. Уберем ее. Нападай! Спасибо. Абхида. Ты как заводишься обо мне? Не надо меня благодарить. Я просто хочу, чтобы ты была. Мы не будем так больно оставлять вас с самыми людьми. Мы не признаем, что это странно. И я не решила. Ты была счастлива. Ты была счастлива. Ты была счастлива. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Это неправильно. Я тоже так скажу. Но драться все равно придется, иначе мы не сможем ей помочь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хотел бы я знать, какого черта он задумал. Кто знает. Мне ее не то чтобы жалко, но она и так настрадалась. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я не успокоюсь, пока в городе не останется никого из этой секты. Так что мне еще рано думать о загробной жизни. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне кажется мы похожи. Ты тоже делаешь все ради семьи. Им с тобой повезло. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Верно. Войти-то мы войдем, а вот обратно можем уже не выйти. Подготовься как следует. Думаю, ты сейчас можешь приобрести какой-нибудь новый. Так удачно зашли? Пожалуй. Идем. Пригодится. Отсюда что, тоже все исчезли? Думаю, нам надо на верхние этажи. Пойдем. Придите ко мне, и вы обретете спасение. Придите ко мне, и вы не будете бояться потерь. Придите ко мне, и вы больше не испытаете страха смерти. Придите ко мне, и вы найдете свой путь. Придите ко мне, и вы познаете радость. Придите же. Придите. Придите. Придите ко мне. Придите ко мне. Придите. Придите ко мне. Придите ко мне. Тебе страшно, что я умру из-за тебя. Что такое? Со мной кто-то говорил. Как будто Мари. Да они просто пытаются запудрить тебе мозги. Эй, что с тобой? Акито! 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 Мари, неужели ты правда так думаешь? Не поддавайся. Ему же только этого и надо. Нет, это неправда. Акито, возьми себя в руки. Акито! Помнишь, ты сказал, что моей семье повезло со мной? На самом деле, никому со мной не повезло. Раньше мне казалось, что забота о семье заключается в том, чтобы защищать город от преступников. Я работал с утра до ночи. Дома почти не бывало. Мы стали словно чужими друг к другу. В последнее время, даже когда я дарил сыну игрушку, он и спасибо мне не говорил. И спортивные машины перестали его интересовать. Кей-кей. Но знаешь, я готов принять этот бой. Я буду защищать их до самого конца. Моя пешка не сумела даже выиграть время. Ты урод. Гибель тела — явление естественное. Лишь высвободив душу из бренной оболочки, мы обретаем истинное «я». Можешь верить в любую чушь, дело твое. Но ни в чем не повинных людей. Оставь покоя! Люди боятся признать правду, узрев ее. Впрочем... Скоро и ты, наконец, осознаешь всю бессмысленность смертных телесных сосудов. Не смей ее трогать! Я собрал столько душ, сколько нужно. С их помощью я разрушу завесу между жизнью и смертью. Твоя сестра поможет мне построить новую эпоху. Гордись ею! Только тронь ее, гад! Когда спадет завеса, этот мир возродится вновь. Тогда я построю новый рай, пусть и скромный. В этом раю души моей жены и моей дочери будут сиять вечно! Черт возьми! О, мне пришла в голову прекрасная мысль. Для этой девочки я тоже построю рай. Редко можно встретить душу, чья воля так сильна. Может, она и возглавит новый мир. Новая эпоха Новую Марию Дед Ев Хватит нести этот бред! Ты же безумен! Думаешь? А у нее ты спросил? Ты правда уверен, что ее душа хочет обратно в тюрьму? Я... Твоя сестра лежит в бинтах. Только представь, каково ей. Оставшись в этом теле, она лишь продлит свои муки. Тебе не понять. Эй! Не слушай эту чушь! Убьем его, иначе миру конец! А… Акитон! Приди в себя! Час пробил. Мир стоит на грани преображения. Грядет рассвет новой эпохи! Ждать уже недолго. Скоро моя мечта станет явью. Одеял! За ним! Мари, а что ты хочешь? Не поддавайся! Вставай! Ну! Поднимайся, или я сваливаю! Да что с тобой такое, Акито? И без тебя справлюсь. Сам себе жопу надеру! И не вздумай мне мешать, Акито! Боишься, да? Вдруг она против? Вдруг окажется, что ты всё время старался зря? Да! Ты боишься узнать правду? Много ты знаешь. Мало. Я не знал даже, о чём думали мои родные. Так что иди и узнавай сам. Кей-кей. Я пойду до конца. Ты со мной? Да. Идём. Пока я её не спрошу, я не умру. Ты гордишь. Я вслужив нечтепарюст. Каждую минуту, каждую секунду. Я стараюсь. Я все свои силы на это трачу. Почему никто вам этого не замечает? Даже моя семья! Ну и что это за нытье? Я не позволю себя так уничтожить. Я преподам ему урок. Не хотелось бы, но придется. Я совсем один. Меня совершенно некому поддержать. Ну и ладно. Никто мне не нужен. Я не сам справлюсь. Кей, Кей. Не верю. Теперь меня есть письма. Да, ты прав. Я ничего не живу. За что я боюсь? Не знаю. Я не знаю. Я все потерял. У меня ничего не осталось. Тем больше причин, за что доборос. Не могу же я умереть, ничего не добившись. Твои пораженческие волны меня не переубедят. Окей, не повторяй моих ошибок. КАК. ОН? ОН? ОН... ОН? Я заберу. Не думал, что когда-нибудь сам себя прикончил. Кей-кей. Идем. Нас ждет путешествие в бездну. Да. Вперед. 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 тоскливо хотя странно было бы ждать чего-то другого это слышал да как будто вода шумит больница следующий осмотр на 6 приходите посмотрим как протекает береговести похоже на воспоминания чья не у вас будет девочек скоро у тебя появится надо же какая-то художница мари вот и прибрала смотри какая ульница спасибо это что мои воспоминания если школе вдруг что-нибудь случится сразу скажи мне хорошо хорошо что это начальник школы в которую мы ходили агита я хочу с тобой меня позвали гулять а тебе туда нельзя иди домой и делай урод поняла это наши с мари воспоминания а это девочка она же твоя сестра а а а Так позвал бы её в нам. Не, с ней говорить-то не о чём. Да забей ты, мы уже час выбираем. Ну в смысле забей? У мамы с папой вообще-то годовщина свадьбы. Я хочу купить им парные подарки. Надо же, неужели она всё это помнит? Мама сказала, что можно не убираться, если не хочешь. Просто занимайся своими делами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама просто немного устала, понимаешь? Все люди устают. Не надо делать из этого трагедию. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Хорошо, что сегодня солнечно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, давно мы вместе не ходили на фестивали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Ведь с мамой все будет хорошо. Правда? Я просто не хочу, чтобы она уходила. Почему все от нас уходят? Алло, Акито, где ты? Акито, я в больнице. Приходи, пожалуйста. Ну что, теперь мама и папа снова вместе. У нас с тобой начинается новая жизнь. Ага. Как-то так. Интересно, сколько еще раз нам придется начинать новую жизнь? Мы не начинаем ничего, если падать. Просто падаем куда-то в темноту. Такое ощущение, что до конца я могу и не дойти. Не бойся, ты справишься. Сколько нам еще падает? Сколько мы еще выдержим? Иногда мне хочется, чтобы все уже просто поскорее закончилось. Тогда я хотя бы снова убежу маму с мамой. Перестань. Акито, не отворачивайся! Ты же хотел узнать, что она чувствует. За что мне это? Почему во всем людям? Это все в этом мире. Почему только я продолжаю падать? Если мне суждено упасть, проще прыгнуть с ума. Акито! Не переживай за меня. Нужно найти Мари. Все верно. Ты должен ее защитить. Да. Хватит убегать. Интересно, куда мы выйдем? Вот оно. Да. Он там. Вместе с твоей сестрой. Ты готов? Вместе с твоей сестрой. Девушки отдыхают. Уготован вашим близким. Я хочу поговорить с Мари. Ты мне не помешаешь. Да, боюсь, не выйдет. Говорить ей больше не о чем. Не смей! Семь! Семь! Мари! Врата в загробный мир открыты. Остался последний шаг. Пусть время... застынет. Что происходит? Это... это все она. Нет! Феримонию нужно! Феримонию нужно! Феримония! Мари! Акито! Спасибо, что пришел за мной. Прости. Я... хотел попросить прощения. Да, я знаю. Вот почему я здесь. Ты не виноват. Я пошла... за... за ним. Это единственное, что осталось от мамы с папой. Я не хотела, чтобы он сгорел. Мари! Факито! Живи! Я... Я так, так рада, что теперь ты знаешь. Все получилось. Я не ошибался. Два мира объединились. Души всех людей будут вызволены из смертных тюрем и очистятся. Тогда ко мне наконец-то вернется моя семья. Мы будем жить там, где вечный рай, а горя и потерь не бывает. Пора покончить с ним, Акито. Да, здесь его путь окончен. Почему вы идете против меня? Зачем мы вмешиваемся? Мы так не хотим меньше, и мы тоже должны стать одним целым. Так кто захочет становиться с тобой одним целым? Отлично. Вытаскивать. Хватит с нас внезапных расставаний. Хватит с нас этих бесконечных смертей. Выиграть только один. На выборе. Видимо, он съешал скатушку после того, как связался с загробным миром. Так себе достижение науки. Продолжение следует. Почему вы мне мешаете? Почему? 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 Как вы не понимаете, что я хочу вас всех спасти? Всех с ногу! Еди ты! Нам тебя расстраивать, но мы уже и так делим это тело в бою. И знаешь, несмотря на все, жить можно? Главное — уважать все, верно, напарник? Точно! А вы так уцепились за свою идею, что на других вам плевать! Я ничего не вижу! Темно! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Души здесь были в плену. В плену? Значит, они... Да. Они лишь отделились от тел, и теперь вернутся к жизни. Все вернутся... Кроме Мари... Сап... 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 Ма... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты умер 10 декабря. Мама 9 июня. Я не забыл. Как иначе? Такое не забыть. Никогда. Я не буду больше прятать свою боль. Я буду жить. Даже когда... не останется сил. Мы еще встретимся. Но только сначала я проживу счастливую жизнь. Ладно? Видишь, на самом деле не так сложно быть искренним со своими близкими. Я думал, что ты так долго молчишь, а ты подколку придумывал. Можно тебя кое о чем попросить напоследок? Угу. Поговори с моей женой и сыном. Скажи им, что я боролся до самого конца. Скажу. Обещаю. Прости, что тебя гоняю. Ты и так из-за меня набегался. Я бы и сам поговорил с ними, если бы мог. Но я немного устал. Кей-кей. Больше не пускай в себя духов, Акито. Вряд ли попадется такой же симпатяга. Ха, это точно. Такого как-то и не всякий вытерпит. Скажи спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. Успокойся с миром, Кей-кей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА